Почему лондонское метро осталось без леди и джентльменов? Сколько дают за самый красивый мотоцикл и как стать звездой интернета в 70? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Уругвай станет первой страной, где полностью легализируют марихуану. То есть разрешат ее выращивать, продавать и употреблять. Купить коноплю в аптеке можно будет уже в эту среду. И это будет дешевле, чем у нелегальных дилеров. Вот только установлен лимит, не более 10 грамм в неделю. И только для местных жителей. Желающих купить марихуану зарегистрировалось уже более 5 тысяч. В Таиланде гоняли на буйволах, запряженных плугами. Такое ежегодное развлечение устраивают для себя местные фермеры во время перерыва между посевными. Рассказывают, что в наши дни буйволов все меньше загружают работой в поле. Для этого истракторы. Вот и тренируют их именно для буйволиных бегов. Из-за таких гонок подскочила и рыночная цена животных. Ведь с их помощью теперь легко можно заработать. Французские Альпы наполнились многотысячным ревом Харлеев. На востоке страны провели крупнейший мотофестиваль под эгидой Харли Дэвидсон. В горы вблизи курорта Жерарме прибыли тысячи байкеров. Мотопробег по городу стал обязательным условием для участия в конкурсе на самый красивый мотоцикл. Приз 10 тысяч евро. Хотя сами участники уверяют, садятся на любимый байк не из-за денег, а чтобы снова почувствовать себя молодыми. В лондонском метро больше не будут обращаться к пассажирам леди и джентльмены. Отныне все текстовые и аудиосообщения гендерно-нейтральные. Например, «Доброе утро всем». На такой шаг руководство подземки пошло после продолжительной кампании активистов, в том числе и ЛГБТ. Те настаивали леди и джентльмены, хоть и вежливое, но все же устаревшее обращение. А лондонское метро должно идти в ногу со временем и уважать всех своих пассажиров. Звездой ютуба стала 70-летняя Пак Макрю из Южной Кореи. Началось с того, что ее внучка решила записать видео с бабушкой на память и выложила его в интернет. На нем бабушка делала макияж копируя стили мировых звезд. Необычный ютубер сразу же пришелся по душе пользователям. Теперь у нее сотни тысяч подписчиков, а некоторые ролики достигают двух миллионов просмотров.